Всем привет! С вами Евгений, MobileTelephone.ru Компания OnePlus, разругавшись с Ionogen Incorporated, наконец-то выкатила собственную альтернативную прошивку под названием OxygenOS, переводится как кислород. По словам создателей, новая операционная система, построенная на Android 5.0.2 Lollipop, она легкая, имеет существенные полезные фичи, а развивать ее планируется вместе с сообществом. Версия платформы 1.0.0, ею можно пользоваться в повседневности, однако надо иметь в виду наличие кое-каких проблем, включая вылеты, ошибки и внезапные остановки сервисов. Это признают сами разработчики. Тем не менее, мы решили рискнуть и поставить прошивку, показать, что представляет собой Oxygen для OnePlus One. Инструкция доступна на официальном форуме, ссылка в описании. За смартфон благодарим интернет-магазин pixelphone.ru, ссылка тоже в описании. Если вы пользовались смартфоном на SionogenMod 11S и прониклись огромным количеством возможностей с глубокой переработкой стокового Android, то Oxygen вас, скорее всего, разочарует. И наоборот, если вы предпочитаете минимальное вмешательство в сток, то прошивка вас порадует. Фактически, OnePlus взяла прошивку Lollipop от Google и добавила несколько возможностей. Мастер настройки OnePlus. Это уже фишки от самой компании. Прошивка позволяет использовать как кнопки под экраном, так и виртуальные клавиши. К этому мы еще вернемся. Жесты. Активирую. Настройка завершена. Добро пожаловать. Обои виджеты настройки. Удерживайте палец на экране. Заглянем в настройки и посмотрим на виртуальные клавиши. Находятся они в пункте кнопки. Вот эта галочка. Активирую. И аппаратные клавиши перестают работать. Если использовать аппаратные кнопки, то можно привязать к ним различные функции. Двойное нажатие, долгое нажатие, короткое нажатие. Например, кнопки домой. По двойному нажатию можно привязать запуск камеры. И это будет работать. С виртуальными клавишами такой фокус не пройдет. Пункты не активны. Далее пункт «Жесты». Четыре функции. Двойной тап для активации экрана. Буква «О» для запуска камеры. Включить-выключить фонарик. Буква «Ви». Включение и выключение музыки с помощью жеста двумя пальцами. Переключение музыки. С жестами все. Еще раз посмотрим на них. Надеюсь, в будущем добавят возможность разблокировать телефон с помощью свайпа вверх, как у телефонов HTC, Meizu. Это очень удобно. Обои для экрана блокировки выбираются отдельно. В параметрах экрана фирменные обои присутствуют. Весьма симпатичные есть. Сразу посмотрим на экран блокировки. Запуск камеры. Звонилка. Unlock. Шторка уведомлений. Выглядит стандартно. Ползунок яркости. Клавиши быстрого доступа. Однако, например, у Bluetooth по нажатию раскрываются дополнительные настройки. И можно менять порядок. Скрывать ненужные. Есть файл-менеджер, которого нет в стоке. Вырезать. Ставить. В остальном мы имеем дело с обычным Android Lollipop с обычными параметрами в настройках и обычным набором предустановленных сервисов и приложений Google. Ни фирменной галереи Cyanogen, ни камеры с кучей режимов, ни тем тут, естественно, нет. Теперь ждем Cyanogen Mode 12S на базе Lollipop с глубокой переработкой. Лично мне она больше интересна. Спасибо за внимание. С вами был Евгений, мобилтелефон.ру. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok